Иногда возникает желание что-то поделать, ну например, поснимать сейчас Для этого нужен повод, врубаем наш компьютер Кстати, сегодня интересный день 21-е 21-е Апреля Говорят, что это День Земли Ну и вот Воспользуемся этим благодатным днем Кстати, сегодня произошло множество различных событий О которых я снял в видео и выставлю Посмотрите, почитайте Итак, итак Компьютер запущен Появились Разного рода объявления Так как я работал на другом компьютере, надо подключить клавиатуру Мне нравится эта клавиатура Стационарная на ней лучше работать Так, уже мышь не подключена Ага, мышь не подключена Ну ладно Подключаем мышь Подсовываем мышь Попытка подключения к мыше номер один Мышь Apple Не хочет Опять отключаем Опять подключаем Будет бы один компьютер А то тут раз, два, три Все было бы нормально Все было бы нормально Все, что А, подключено Подключилось Так, это у кого день рождения сегодня Поздравляем заочно Кое-что завершаем Кое-что Открываем Наш любимый канал YouTube И начнем Посмотрим, что Что, че и как Прекрасный повод Снимаем на две Новые камеры X3000 Sony Руки чешутся Поснимать на них Так, ну что у нас 903 344 просмотра 4243 подписчика Комментарии Ну и мы Посмотреть все Посмотрим Посмотрим Ну, давайте вот отсюда Как она Так Я голодала 10 дней После чтения ваших книг Понравилось Ну, это стоит В систему ввести И будет все у вас нормально Это пишет Отдыхаем Три дня назад Далее Отдыхаем Каждая душа Приходит в этот мир Для своего развития Для того, чтобы Наработать Или проработать Какие-то качества Души Вернее, качества Души Особо качеств нет Она Идентична Характер Человека Какие-то качества Характера Плюс Кармическая работа Например, научиться Принимать свою жизнь Мужчину И, наверное, наоборот Женщину Вообще-то Очень интересная мысль В связи с этим Так, немножечко Остановимся на этом Да Вот смотрите Кого-то принять В свою жизнь Как правило Эти люди Как правило Эти люди Уже В какой-то из прежних жизней Были нам знакомы И мы его не просто принимаем А мы Ну, будем говорить Действительно принимаем Впускаем свою жизнь Для того, чтобы дальше Продолжить с ним Эволюционный процесс В котором Те качества Которые в прежней жизни Вы зацепили И они, так сказать Начали разворачиваться Но не довернулись До полного оборота Как надо Продолжает В этом плане Совершенствоваться То есть Это очень интересная вещь Пустить В свою судьбу В свою жизнь В свой мир Ну, в свою жизнь На мужчину Или женщину Это очень интересная Значит Конечно Вещь Вы устанавливаете С этим человеком Связь И эта связь Довольно-таки Такие Информационно-аналитическая Прочная Вы буквально-таки Начинаете чувствовать Не просто О чем он мыслит Но как идут Те или иные Физиологические Процессы У этого человека Который с вами Связан Вот И здесь Конечно Не каждого человека Надо впускать Свою в жизнь Не каждого Потому что По Вот этой вот Связи Будем говорить Перетекают Какие-то Негативные Вещи К вам Они Невольно Невольно Будут вас Толкать На те или иные Поступки Вы подумаете О Откуда это все Так взялось Что я Почему я так Мыслю Почему я так Поступаю А как раз Это вот Эта вот Связь И делает Поэтому Здесь Конечно Отдыхаем Затронуло Очень интересные Вещи А это на мое Видео сугубо Личное Значит Мужчину Или женщину Да И вот вы С ней взаимодействуете У вас Будет Наблюдаться Взаимная Работа С чертами Характера Вы будете Как бы сказать Притираться К друг другу Чтобы лучше Понять И вы знаете Легче всего Расстаться А вот наоборот Когда Вы Ну не хочу Сказать что удерживаете Друг друга Но Пытаетесь Найти Те точки Соприкосновения Те причины Которые вас Разделяют И все это Проработать Это даст Очень большой Рост Вашего Так сказать Духовного Совершенства Или проработать Свою агрессию Ну ясно Агрессию Это уже Черта Характера Или научиться Отпускать детей Отпускать детей Это уже Тоже Одно Из таких Качеств Дети Такие же Взрослые люди Как и мы С вами Они пришли В этот мир Совершенствоваться Они пришли Сразу Глаза Вылупили И помчались Набивать себе Шишки Ссадины Сначала Это на телесном Уровне А потом Это пойдет На чертах Характера На уровне Уже Духа Все это Будет Но, тем не менее, это надо делать, понимать, что через вас, как вы пришли в свое время через родителей, так и дети приходят в этот мир через вас. Пожалуйста, что-то для них такое обеспечивали, нужная, так знаете, стартовая площадка. Не обязательно дать образование, не обязательно дать какие-то там большие блага. Нет, достаточно, чтобы они просто-напросто выросли, а дальше, по мере того, какие у них есть наработки, они идут вперед или деградируют. Вот и все. А что-то за них делать, это уже не надо. Или проработать зацепку за мнение и суждение других людей, ну и много других примеров. Или проработать зацепку за мнение и суждение других людей. Но, поначалу, мнение других людей и суждение вас, конечно, влияет, но по мере вашего действительно взросления, становления, набора информации, что вы поймете, что люди есть справедливо, говорят о том, что вот такой сякой. И вот эта справедливая критика или мнение других людей, оно на вас влияет в положительную сторону. Вы благодаря этому начинаете над собой работать и совершенствоваться. А если вас просто там обливает грязью человек, который вас вообще не знает, то вы становитесь как броненосец. Кстати, кстати, сейчас вот я посмотрел в фейсбук, и, значит, Мутко тут рассказывает о том, ну, там такая статья, что вот о лечении болезней, в частности, следующее. Что, мол, вот простая моча, она может помогать от множества там различных заболеваний. То есть такой интересный поворот, как бы сказать, приближенных к правительству людей, конечно, наводит на интересные мысли. Либо наша медицина совсем ничего не делает, либо же вот, значит, и народная медицина, они прониклись, они стали ее уважать, поняли действующие механизмы, которыми он обладает, и стали применять. Но, ну, это так, к слову, то есть вот мнение одно, что это там хорошо, что это плохо, но, когда вы опробуете, прочитаете то или иное, у вас служится свое мнение, и это самое главное. Хорошо отдыхаем, написано. Мы пришли в этот мир за качествами души. Нет, мы пришли в этот мир, я просто правильнее выразишь, не за качествами души, а вот как вы написали в начале, в мир для своего развития. То есть мы пришли в мир, в этот, и совершенствовать не тело, не физиологическое качество, не что-то накапливать такое, такое материальное, а именно вот совершенствовать свои качества характера, которые, в конце концов, станут нашими, он говорит, вот этими духовными качествами, изменить свое мировоззрение, отполировать его, и за счет этого наработать совершенство. Совершенство дается только тогда, когда человек свой мысленный процесс может правильно использовать. Не на разрушении, а на созидании. И причем на такое созидание, которое бескорыстно, которое, знаете, вот просто во благо всего, всего вот этого пространства, в котором мы существуем. Ну вот видите, как зацепился хорошо. Так, далее. Очень хорошо объяснили, что такое карма. Это закон причинно-следственных связей, что мы накосячили прошлой жизни, то и отрабатываем, в этом исправляем. Это жизнь здоровая и так далее. Опять-таки отдыхаем. Молодец. Есть люди, которые действительно, знаете, вот приятно читать. У них есть свое собственное мнение, у них есть свое собственное, как бы сказать, видение, развитие, и это не спор какой-то мой с этим человеком, а, говорит, вот выяснение, как бы сказать, некого мнения, дополнения, которое обогащает и меня, и вас. Вот что самое главное. А просто сказать, это все ерунда.